Прекратить строительство собачьего городка на 411 батареи потребовали у депутата городского совета, активисты Одесской организации всеукраинского объединения Автомайдан. Акцию протеста общественники провели возле ее дома. Депутат партии Геннадия Труханова, доверяя делам Ирина Куценко-Ясинович, является самым активным инициатором организации собачьей школы в зеленой зоне на 411 батарее. Активисты общественных организаций уже не раз пытались воспрепятствовать установке забора вокруг строительной площадки. У общественников есть подозрения в намерении бизнеса и городской власти использовать территорию для строительства ресторана. Деньги на реализацию проекта – 4 миллиона 600 тысяч гривен – Горсовет выделил из общественного бюджета в ноябре прошлого года. Участники акции привезли депутату символический подарок – похожую на собачью будку палатку с надписью «Доктаун имени Ясинович». Реакция была неожиданная. Если депутат городского совета называют улицу частной территорией, то полиции и прокуратуре тут уже есть чем заняться и вообще не мешает проверить деятельность одесской мэрии. В свете Ирины Ясинович Куценко мы все бесправные рабы, которые находятся на приватной территории. Какая партия доверяя делам приняла решение? Каждую сессию вы порушуете закон Украины. Конкретно скажите я, что нарушила? Конкретно вы порушуете разум с всеми. Ответ депутата лишь подтверждает подозрение в незаконности действия городской власти. Когда-нибудь, когда вы будете не с камерами, а нормально пришедшие, нормально людям, расскажу, как это было. Без камер в приватной беседе Ирина Куценко-Ясинович готова разговаривать с общественниками. А всем медицинам, получается, не нужно знать, что и как делается. Когда в Украине будет создана правовая держава, и будут проработать органы правопорядка и судовая система, и вы обязательно сидите на моем ездите. Значит, дело за малым. Надо построить правовое государство, чтобы команда Геннадия Труханова потеряла высокую крыль.